60 сетей длиною более 7,5 километров изъяли инспекторы природоохраны у жителя деревни Пуховичей. Населенный пункт расположен на берегу Червоного озера, которое славится рыбными местами. Месяц назад на этом водоеме задержали 24-летнего парня за попытку лова запрещенными орудиями. Вдвоем с товарищем они ехали по льду на мотоцикле. В коляске лежали пять сетей и так называемая торпеда. Тогда расставить ловушки и выловить чешуйчатых браконьеры не успели. Впрочем, и в этот раз план по незаконной добыче провалился. Позже поступила оперативная информация, что один из молодых людей, которые были задержаны в конце января с сетями и с торпедой на озере Червоном, может также хранить в доме еще дополнительные другие сети, кроме тех, которые были тогда у него изъяты. Пришли с проверкой, при осмотре домовладения на чердаке обнаружили сети, которые висели и, скажем так, уже были подготовлены к тому, чтобы запускать водоем. Нашли в одном гараже сети, в другом гараже мешки с сетями. Изымать запрещенные снасти до того, как ими воспользуются браконьеры – одна из задач, которая стоит перед защитниками флоры и фауны. Уже на подходе сезон нереста. С 1 марта наступает запрет на лов щуки. Со временем эта мера распространится на все виды рыбы. В период размножения добыча сетями приносит наибольший ущерб природе. Косинспекторы напоминают, уже более года действует норма, которая запрещает продавать и хранить дома плетеные ловушки.